Бюджет не в ночь и не в канун нового года. Народные избранники решили поломать традиции и утвердить главный финансовый документ до праздников. Сумеют ли вложиться в новый дедлайн и что еще может накалить атмосферу в зале до предела, об этом в нашем сюжете. Рабочих две недели, задача все успеть. После двухнедельного перерыва главы фракции решают, чему посвятить предстоящее пленарное заседание. Среди глобальных документов бюджет во втором чтении рассматривать смету решили в четверг. Надеюсь, что в этот год мы сможем бюджет принимать не в четверг, а в пятую ранку, как, на жаль, у нас это было уже в традиции. А Артур Герасимов говорит, что о другом или о третьем. Сегодня мы говорим о найбільшем истории бюджета Украины. Мы планируем поселить финансовую независимость громад. Майже половина денег, возведенных в бюджет, складывают в местные бюджеты. Будет продолжен эксперимент с ремонтом дорог, започаткованный президентом Украины. На бюджетную тему быстро сменилась земельная. Запрет на продажу сельхозного дела выстекает 1 января. Заметно занервничала Батькивщина, требуя немедленно проголосовать за продление моратория. Я хочу зараз попросить вас, пане голова Верховной Ради, выконать пункт регламенту и поставить на голосование зараз. И каждая фракция, я прошу, чтобы проголосовала за то, чтобы мы на этом сессийном тижне розглянули законопроект про продолжение моратория на 5 лет. Дальше требования звучали уже при выключенном микрофоне. Продолжить запланированное выступление лидерам фракции не удалось. Перешли к обсуждению земельных вопросов. У нас два тижня до нового року готуется розгляд этого вопроса в комитете. И после того, как это будет рассмотрено комитетом и сделаны выставки, действительно, это поступит во фракции, мы будем принимать решение и поддерживать этот закон. В самом деле, есть большая загроза, что после принятия бюджета, если фракции и коалиции его принимают, в зале не будет людей. И поэтому принять закон о продолжении моратория будет практически невозможно. В итоге договорились, что комитет первым делом рассмотрит 5 разных законопроектов, касающихся моратория на продажу земли. И есть шанс, что на этой неделе документы попадут в зал. Но мы все равно не верим в то, что говорят и что обещают. Мы на четверг, на ранок, а мы считаем, что это последний день, когда можно проголосовать мораторий, собираем людей под Верховной Радой, запрошуем агрария, запрошуем, чтобы они пришли к парламенту и не пошли звезды, пока не примутят проголосовать пролонгацию моратория на продаж сельско-господарской земли. Кроме земельного ультиматума, фракции подготовили и другие. Самопомощь с фронтовиками настаивают на принятии так называемого закона о реинтеграции Донбасса. 17 листопада наш комитет с вопроса национальной безопасности и обороны рекомендував ввелить этот законопроект в другом читании, враховавши понад 240 правок, майже 700 поданных. Мы требуем внести законопроект в постсессийный зал для остаточного ввеления. Я напоминаю, что позиция Народного фронта является последовательной и зрозуменной. Россию нужно признать агрессором, закрепить за Крымом и Донбассом статус тимчасово окупованных территорий. Мы категорично против намаганий протягнуть через парламент закон 7163. Это так называемый закон о реинтеграции, который на самом деле ни одного сообщества с реинтеграцией территории Донбасса не имеет. Мы считаем, что это просто ликвидация всех усилий посредственной миссии, которая сейчас проходит за участием представителей США и представителей Российской Федерации. В общем, на высоких нотах и в противоречивом настроении лидеры фракции разошлись до завтра. И, похоже, запланированная повестка дня будет меняться на ходу.